Храм Воздвижения Креста Господня. Один из тысяч в Белоруссии и миллионов в мире, где сегодня православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым, ставят свечи за здравие и просят вроде и о сокровенном, но получается о глобальном, таком понятном и близком каждому. Каждый год, когда Христос рождается, у человека рождается в нужной надежде на все самое хорошее, на мир, на доброту, на любовь. Эта церковь появилась в Минске в прошлом году. Рядом мемориальный комплекс Масюковщинский лагерь смерти. На этих землях в годы Великой Отечественной войны были замучены не менее 80 тысяч военнопленных, людей, которые даже под пытками не предали. В том числе, чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня празднуем Рождество на своей земле, приехал президент нашей страны. Такие праздники Александр Лукашенко всегда разделяет со всеми, кто верит. ПЕСНЯ 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 Ушедший год так прошелся по судьбам стран и их жителей глобально, так приземлил, вернее даже осадил нас, что в какой-то момент появились сомнения. А будем ли мы когда-то снова счастливы? ПЕСНЯ 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 Идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас. Более двух тысяч лет тому назад, только что Владыка об этом говорил, Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства. Мироустройство, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Именно тогда, больше двух тысяч лет назад, началась эта эра. Это черты характера, абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови. Мы должны понимать, что мы только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. Выходит, сила в единстве, а еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Митрополит Вениамин, пользуясь тем, что сегодня его слышат миллионы белорусов, просит задуматься о миссии того, чье рождение сегодня празднуем. И в этих словах каждый услышит свое. Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас, и показывал, что и нам нужно этому следовать. И пусть этот святой праздник побудет нас к тому, чтобы и мы приносили ко Господу свои благодарные сердца. Спасибо, Владыка, за добрые слова. Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю о том, чтобы люди, живущие, ну хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять в Беларуси. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии, и все познается в сравнении. Это не я придумал, это аксиома. Ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое, то, что принадлежит нам. Кто бы мог, Владыка, подумать, что сегодня в ночь, ну по-нашему, будут штурмовать Капитолию. Цитадель, цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому я вас прошу только об одном. Чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный, но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы. Где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это главное. И я вас прошу об одном. Чтобы с вашей стороны было понимание. И, конечно, в Рождество принято дарить подарки со смыслом. Помимо традиционных белых цветов, глава государства преподнес митрополиту икону взыскания погибших. В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенир «Бронзовый колокол» как символ окончания строительства храма и, собственно, саму крестовоздвиженскую церковь в миниатюре. Пусть служит напоминанием сегодняшней нашей встречи. Что до понимания глобально, наша страна – пример для многих. Более 25 конфессий на одной территории. Но мы не делим друг друга по принципу православный, католик или мусульманин. Мы не смотрим поляк, еврей, русский, литовец или украинец. Белорус, проживающий здесь, на нашей земле. Мы никогда не делили на своих и чужих. И президент настаивает – не стоит начинать. Кажется, с ним согласны. Его услышали и поддержали. Александр Леонидович, мудрости вам и терпения. Народ с вами. Большое спасибо за то, что вы есть у нас. Спасибо. 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 Мы с вами. До конца с вами. Вы знаете, было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает, не лукавит. И, наверное, всегда видно, как информация подается, как человек говорит, веришь или не веришь. Я поверил. Все-таки общество наше должно быть как-то понимать, что главное ведь не доказать что-то друг другу, а понимать, что жизнь, она такая штука, если на этой земле мы должны жить вместе, значит, должны быть дружны. Всех с праздником, со светлым, крепкого здоровья, любви, радости. И мир, что ли? Это мир. Мир. И мир. В нашей стране, конечно, не только в нашей стране, и в целом во всем мире. Смеречь это у нас. Каждое сказанное слово в этот праздничный день обретает особый смысл. Каждое пожелание, которое мы искренне адресуем сегодня знакомым и незнакомым людям, точно имеет все шансы сбыться. Добро, милосердие, миролюбие. Рождественский день – лучший повод вспомнить о вот этих наших исконно белорусских качествах. Алена Сурова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.